Рабочая партия России Михаил Васильевич, Вы стояли у истоков создания Рабочей партии России. Вы можете рассказать историю ее создания? Ну, если, как Вы говорите, я стоял у истоков, то и могу. Дело в том, что в Рабочей партии России изначально оказались те люди, которые до самой последней минуты существования КПСС боролись внутри КПСС. Это члены инициативного движения коммунистов России, которые тоже имеют свою историю. В свое время в Ленинграде возникло движение политклубов рабочих, и был создан городской совет политклубов рабочих с одной стороны, и вот товарищи, которые сейчас находятся в Рабочей партии России, и участвовали в этом движении. И, во-вторых, общество научного коммунизма, в котором участвовал, например, очень известный ученый, доктор философских, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки, Ильмеев, Виктор Георгиевич Долгов, и также много прогрессивных ученых, и, естественно, такие товарищи, как Гаденок, Александр Сергеевич, который сейчас доктор философских, профессор и членового бюро Рабочей партии России. Вот из этих организаций, когда в 1989 году у нас проходили выборы на съезд народных депутатов, решили, что в той обстановке, которая есть, надо поучаствовать в выборах, чтобы собрать эти силы действительно коммунистические, потому что всем уже было ясно, что большинство членов партии уже коммунистами по существу не является. И поддержку, надо сказать, оказали товарищи из Ленинградского компартии, в том числе Сушков, председатель спорта отдела, первый секретарь Смолинского райкового партии, первый секретарь Петроградского райкового партии, товарищ Раков особенно деятельно во всем этом участвовал, он предоставил вообще свои помещения, технику, если надо, и транспорт. И, так сказать, мы эту поддержку чувствовали, и участвовал в выдвижении, осуществлении пропаганды от товарищей, которые были выдвинуты как бы в альтернативу либеральным кандидатам. Это было два рабочих, я. Два рабочих, один Бышов с Адмиралтейского завода, и другой, это Игорь Красавин, молодой рабочий завода, русский деятель. И вот мы все трое с единой позиции выступили противниками. Остальных кандидатов, остальных кандидатов было без малого 35, 33, кажется. Включая Иванова, Гляна и так далее. Ну и, поскольку мы были кандидатами от предприятий серьезных, я, например, был от морского порта Санкт-Петербурга, от НПО «Воревестник», от известной фабрики завода имени Казицкого по производству телевидения. Вот мы опирались на эту поддержку, и, скажем, порт выделил даже автомобили с громкоговорителями, мы могли приехать на любой митинг, а нам нельзя было слова не дать, раз мы кандидаты были официально зарегистрированы. Ну и вот мы задумали, три кандидата, что надо образовать организацию «Организационный фронт трудящихся». подтолкнул нас к этому то, что всем уже было известно, что в Прибалтике создался Народный фронт. Этот Народный фронт ставил свои задачи отделения от Советского Союза и ставил свои задачи выкидывания всех социалистических ценностей, идей и так далее. Поэтому мы увидели свою задачу в том, чтобы организовать прямо предположенный фронт быстрее. И нам это удалось. То есть мы пришли на большой митинг около стадиона Кировского, который организовала мадам Салье, про которую, так сказать, шуточные стихи были в нашей газете «Вечерный Ленинград», что вот мадам Салье, она отвечала за продовольствие в Ленинграде. И вот когда Моцарт приехал в Ленинград, и вот он слышит Моцарт, этот Моцарт слышит про Салье. И спрашивает так, кто что за человек? Я знаю, что народ все время это имя повторяет. Два слова. Салье и мать. И вот мы пришли на этот митинг и объявили там публично, что создан объединенный фронт трудящихся Ленинграда и области. И с нами было несколько тысяч листовок, в которых было написано «Приходите к метро Петроградское, в дом Ленинградца, в 407-ю комнату, и там, так сказать, записывайтесь в объединенный фронт трудящихся». И валом пошел народ. И у нас был образован учрежден объединенный фронт трудящихся, который, можно сказать, собрал а коммунистов из КПСС, которые остались коммунистами, и других товарищей, которые не были формально членами партии, но как раз стояли на коммунистических позициях. И образовалась такая организация, которая стала быстро расти. Мы провели еще съезд объединенный фронт трудящихся СССР. Этот съезд был проведен в музей Кирова. И, так сказать, тем самым подтянули товарищей из Прибалтики. Товарищ Федотов и я присутствовали на шестом пленоме ВЦС, мы выступили с идеей выборов через трудовые коллективы депутатов. И эту идею профсоюзный съезд, профсоюзный плен он поддержал, и это наследует отметить, и помог нам организовать съезд Объединенного фронта трудящихся России учредительный. Он прошел в Свердловске. Причем Свердловский компрофсоюзу предоставил им гостиницу, хорошее очень помещение, и вот мы проводили свой съезд, а на другой стороне площади съезд проводила международная депутатская группа, как вы знаете, антисоветская и антисоциалистическая. То есть, мы вот, так сказать, сорганизовали такой центр и такое общественное объединение, которое начало активно действовать. И зарегистрировали его. Более того, от Объединенного фронта трудящихся у нас был выдвинут кандидат в президенты товарищ Макашов. И товарищ Макашов был, как бы известно, действующим командующим Приволжского уральского военного округа. И человек, безусловно, смелый, заслуженный, и выступил против Горбачева. Будущий вот командующим, командующим целом округа. А, с другой стороны, известный ученый, экономист, доктор экономических наук Сергеев был кандидатом в вице-президент. Яв Макашов был доверенным лицом. Мы объявили о создании Объединенного фронта трудящихся Ленинграда ровно за неделю до того, как либералы собрались проводить свой съезд народного фронта. И, поскольку они опоздали на одну неделю, все средства массовой информации, когда они приходили и хотели выступать, они говорят, ну, вот вы выступаете, ну, вы же еще фронт трудящихся, давайте их тоже пригласим. Ну, правда, если и мы предлагали там где-то выступить, то они говорят, ну, есть же еще и народный фронт. Ну, в частности, наиболее, одним из наиболее активных деятелей этого народного фронта, антисоветского, антисоциалистического, был Юрий Болдырев, который сейчас, как бы, чуть ли не влево ходит и такие интервью дает. А ведь его миссия была в чем? Он же был заместителем представителя счетной комиссии и как бы стоял на стрёме, когда разборовывали все общественное богатство. Так что он, так сказать, по праву, если бы всех их надо сажать, то его за содействие, за участие тоже надо сажать. Ну, и вот так получилось, что даже мы на телевидении выступали, он вот был против принципа выборов через трудовые коллективы, а мы были за выборы через трудовые коллективы, и даже нам удалось добиться того, что в двух районах Москвы такие выборы прошли через трудовые коллективы. Вот. Потом мы сделали еще один такой решительный шаг, который относится уже к самой вот теме, о которой вы говорите, это собрать еще и коммунистические силы. То есть мы собрали членов партии из Объединенного фронта трудящихся и учредили движение коммунистической инициативы. И стали регулярно проводить ежегодные съезды, на которых приезжали люди со всего Советского Союза. И мы начали по всей стране собирать решения партийных организаций, в исключении из партии, проводящего антинародную политику, антигуманистической фракции Горбачевой. А как же вело себя руководство КПСС? Руководство КПСС, оно как бы лавировало, потому что оно объявило, дескать, гласность. Ну так вот, раз гласность, мы этой гласностью и пользовались. Дескать, а вы с нами не согласны? Мы согласны. Мы же такую акцию провели, как не пустили в Смольни, Собчака, например. Ну все приходят в Смольни, а Смольни закрыт. Все входы перекрыты, потому что думали оттуда народную правду выкинуть, а мы закрыли. Приехал Собчак, пришлось ему уехать на Белой Волге обратно, на том входе, знаете, с косой дорожки в Смольни. Наши люди стояли. И на всех остальных шести входах, и на всех входах в Смольни. Взяли и не пустили. Взяли и не пустили. Но для этого мыслов. Я, например, три дня стоял вот на гостиного двора и собирал желающих принять в этом участие. Хотя мы не рассчитывали на то, что просто с улицы люди придут, но и члены совета рабочих, и другие товарищи там активно участвовали. То есть, в общем, надо сказать, что эта организация имела свои плоды, но мы стали понимать, что всю КПСС там не собрать сил. Хотя мы, так сказать, понимали, что надо хоть какие-то силы прежде всего централизовать в самой партии. Вот я думаю, что настроение совершенно правильное, что нельзя просто взять и бросить такую партию. Я вот 1967 года в партии, в КПСС, так что мы вступали не для того, чтобы ее бросать, а для того, чтобы эту коммунистическую идею сохранять. И вот мы, проводя эти съезды, значит, избирали уже, так сказать, организационные бюро этих съездов, то есть мы организовались как определенное крыло в партии. И противопоставили, противопоставили, так сказать, свою деятельность тому, что делает Горбачев. Тогда был такой еще совет, когда он стал президентом. В этом президентском совете был рабочий Ярин. Рабочий Ярин приезжал к нам в Дом политпросвещения, вот на это самое, на инициативные съезды. Редактором тогда решений, которые его выносил в инициативный съезд, был Виктор Георгиевич Голгоф, вам известный, первый и главный редактор газеты «Народное право» и основатель газеты. Когда мы поняли, что нам, так сказать, коммунистическую, так сказать, скопызицу в целом не удержать, потому что она, так сказать, сползала вправо, не по дням, а по часам, ее размывали все эти центробежные конвенции, и желание всяких мелких, так сказать, руководителей партийных в других республиках схватилось к тому, чтобы занять там посты уже в разной иерархии. Например, нынешний президент Пекистана, он был первым секретарем, а нынешний президент Казахстана был представителем Совета Министров, как вы понимаете, член партии, член КПСС. Это он потом антирабочие гонения там делал в Казахстане. Вот. И мы начали готовить съезд для этого. Тогда, каи-то, вынужден был Горбачев какие-то действия совершать, и он пошел на, так сказать, решил перехватить у нас инициативу и тоже стал создавать Компартию РСФСР. Но поскольку у нас был подготовлен вся необходимая такая база теоретическая и политическая, то есть мы имели уже все необходимые решения, так сказать, и в этих решениях отвергалось все то, куда нас ведут, это движение на рынок, это отказ от диктатуры-претариата, у нас были такие документы, как судьба России, и были документы фронта трудящих в сфере, вот, так сказать, изложения в сути его деятельности. Вот. Мы такие силы стали собирать, но Горбачев думал нас обогнать, а мы на съезде приняли решение направить 100 человек рабочих на учредительный съезд Компартии РСФСР. А как мы туда можем попасть? А делегатов избрали помимо нас. Но мы приехали в Москву, 100 рабочих, пришли в ЦК и сказали, отсюда не уйдем, пока не получим билеты на съезд. А мы с Александром Владимировичем Золотом вдвоем получили два билетика в секретариат ЦК КПСС, в ЦК КПСС, где проходило обсуждение программы КПСС, которую предложил Горбачев, в целом, религионистской, убирающей вообще все коммунистическое. А мы привезли программу, которую мы составили, которую составлял Золотов, Долгов и я. И эта программа была отличными брошюрами, издана в издательстве «Заветский моряк» в Кронштадте. И вот мы пришли туда. Я получил билет от товарища Сергеева, поскольку он, так сказать, там в весьма активной позиции статьи имел в Москве. А Золотов попросили тогда в секретариат ЦК КПСС, а потом в дальнейшем президент Молдавии. Он сказал, я ничего не могу, только билет могу вам дать. Ну, мы дайте билет. Мы пришли, раздали всем свою программу, в которой было написано «Изгнать из партии», проводящую антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева». И все, кто сидел, те, кто пришли обсуждать программу, не взрослые, когда это прочитали на первой же странице. А наши товарищи из Москвы, Анпилов, который издавал «Гадету Молния», они оцепили ЦК, и утром, вот когда должно было обсуждаться вопрос о программе, никого не пропускали, пока он не скажет, вы коммунист или нет. Александр говорил, коммунист, ему давали «Гадету Молния». Вот это было написано. Тоже напечатана та же программа, и вот с такими словами. «Изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева». А если он говорил, что он не коммунист, тогда его гнали, и тогда едят сюда, это партийный дом. Ну и вот, мы сидим в золотом, все выжатки, если все мы получим, мы так сидели, там всего таких вот три, как бы, ряда кресел, мест, наверное, в целом 60, с проходами, и там президиум. Президиум потом зашел с большим опозданием Горбачев, держит в руках молнию, говорит, с ума сошли плакаты, пикеты, буклеты, и развернул, и стал читать вот эту фразу, из чего мы поняли, что, по крайней мере, политически неграмотный Горбачев стал про себя зачитывать эту фразу, гнать из партии, проводящей антинародную политику антиграмматическую фразу Горбачева. Но поскольку все уже прочитали это, никто вообще даже не взругнул. И, в общем, там выступили и я, и товарищи Золдов выступили против этой программы и за нашу. И один только человек из Ленинграда, тогдашний из института имени Ульянова Ленина Электротехнического выступил из совкаферы истории партии. В поддержку Горбачевской программы его секретарем сделал на следующий день Горбачев. И один месяц он побыл секретарем. Ну вот, а поскольку товарищи наши не уходили из ЦК, ну, решили им выдать, чтобы не было скандала большого. Это рабочие были. И тогда еще как-то не принято было в рабочих стрелять, как сейчас вот могут начать. И, так сказать, выдали нам билеты, мы получили право совещать Новый Голос. И я, например, выдвинул и Сергеева в ЦК, и Тюлькина в ЦК, и Золотова в ЦК, вот, будучи там. И у микрофонов мы стояли, чтобы нам дали слово, сколько надо. Вот, а дружки товарища Горбачева думали, что мы уйдем и не будем требовать. Поэтому мы там действовали очень активно. В итоге получилось два этапа этот был съезд. летом мы, вот, Долгоф и я, например, участвовали в разработке программы действий КПРСФСР, и эта программа действий была лишена всякого ленинга, была вполне коммунистическая. Видимо, поэтому Горбачев понял, и Горбачев, и такие люди, как Ельцин, они поняли, что им партию захватить целиком и направить куда надо, потому что, скажем, в партии образовалось такое ядро, КПРСФСР крупное, которое не является подслушным орудием разрушения социализма, а даже наоборот. Поэтому остался у них единый путь. Они думали, вот у них была такая идея под красным знаменем повести капитализм, ну, как вот у молдавских коммунистов. Ну, они что там о коммунизме говорили, название коммунистическое, а что там было коммунистическое, а ничего. И они прекрасно, так сказать, освещали там буржуазные реформы, буржуазную деятельность, не выходя за рамки того, что допустимо для капитализма. Вот, можно сказать, что этот раунд закончился борьбой тем, что КПСС нет, ну, ее нет, так сказать, вроде она не испарилась, а просто приостановлена. Приостановлена. Где? В государственных организациях. Вот сейчас, например, не запрещается. Сейчас все организации частные, а в частных не было запреты. Ну, а тогда все были государственные, и как бы ни стало. И КПСФСР. И вот те товарищи, которые в основном кучкуются в КПР РФ на сегодняшний день, они, мы их знаем очень хорошо, мы с ними все взаимодействовали, вот, и даже, значит, сотрудничали. Эти товарищи залегли на дно и стали создавать социалистическую партию трудящихся по главе Свардазаровой. Это вот я должен об этом сказать, потому что это почти никто не знает. Да, я этого не знаю. Никто не знает. То есть, они все молчали, дескать, мы будем добиваться разрешение деятельности коммунистов. Мы с ними когда беседовали, говорили, вот очень странно, вот когда пришли фашисты, у нас никто не ходил в Гитлерове, не просил разрешения ввести антифашистскую борьбу и создавали и коммунисты, и комсомольцы под подпольные обкомы, райкомы, а вы ходите. Вот, поэтому мы решили провести учредительный съезд, подготовить все. Как раз вот в то время, когда в 91-й год тут начали, так сказать, еще одних других вытаскивать, чем кто занимался, мы в это время, значит, наши органов движения коммунистической инициативы начали готовить съезд. Скажем, Терентьев был отправлен на Урал, в город Свердловск. Ну вот, в Свердловске должен был пройти съезд, и мы провели съезд первый, а через год провели съезд, на котором программа была Российской Коммунистической Рабочей Партии. Все документы подготовили, идея была такая, что вот почему рухнула копытец, как мы считаем, потому что она отошла от рабочих, она стала от них отходить, а рабочие стали из нее выходить, то есть она перестала быть партией рабочего класса. Поэтому главное, что мы должны сделать, сделать так, чтобы рабочие в партии были основной силой, главной. И нам удалось на учредительном съезде, а я вот лично выдавал мандаты, я беседовал с каждым, если он соглашался с тем, что решать должны прежде всего рабочие дела в партии, в РКРП, то он получал красный мандат. А если я и говорил нет, то вот посмотрим, кто победит, будем голосовать, ну пожалуйста, вот вам розовый монтаж, идите, приходите, с правом совещательного голоса. И хотя на съезде было все-таки большинство интеллигентов и меньше рабочих, но было в уставе записано, и этот устав положительно проголосовали, что те решения считаются действительными, если они принимаются при наличии в соответствующем органе большинства рабочих. То есть на съезде должно быть большинство рабочих, на плену должно быть большинство рабочих в составе и так далее. И вот такую организацию мы сделали, нам говорили, ну там вы что делаете, там у Ельцина на столе, я имею ввиду наших товарищей из бывшего КПР СССР, которые сейчас находятся в КПР, я бы сказал, разрешенные коммунисты, они все дожидались когда им разрешат начать продлоговить коммунистическую деятельность, когда буржатная власть убедится, что они не опасны для буржатной власти, и тогда им разрешат. Ну а мы так сказать, мы говорим, а я им говорю, ну что, давайте, они говорят, у Ельцина на столе лежит закон, проект, закон о запрещении всякой коммунистической деятельности. Ну лежит, лежит, но вы положите другое, разрешение всякой экономической деятельности. регистрировали РТРБ. И, так сказать, а мы в ноябре 1991 года организовали. И с ноября 1991 года действует Российская Коммунистическая Рабочая Партия. И все было бы хорошо, вот, можно сказать, что, так сказать, вход является действительным истоком вот этого всего, и Рабочая Партия России является Российская Коммунистическая Рабочая Партия. А потом обнаружили, что у нас при всей нашей, так сказать, правильной общей деятельности был один дефлект. Как выяснилось, что вот эта традиция, как куда-то теснить рабочих куда-то, обставлять куда подальше, она продолжилась даже в рамках РКРП. А именно, как пленум висит, так опять ведут только нерабочие. Потом, так получается в жизни нашей, то поскольку у рабочих сменная работа, они очень загружены, перегружены, вот, допустим, в составе какого-нибудь органа пленума больше половины рабочих, там 52. Так, из этих 52 приходят все интеллигенты, а рабочие приходят половиной из числа рабочих. И, что ни собрание, всегда рабочие в меньшинстве. И в итоге никакого не получается вот этого, того, что мы хотели, чтобы решали все-таки рабочих партии, чтобы партия собирала прежде всего в себя рабочих, а также и тех, кто стоит на подействиях рабочего класса. И это мы особенно почувствовали в 1993 году, когда наступили так сказать грозные времена, уже, так сказать, ельцинские, когда у нас фашизм был. И мы вообще поняли, что надо рассчитывать не на регистрацию, а готовиться к тому, что надо уметь действовать и без регистрации. Как большевики, они ничего не регистрировали. Ну и, так сказать, мы из этого исходили. И в 1993 году члены рабочей комиссии, когда мы попытались в РТРП провести эту линию, что не надо не выставлять ни первого, ни генерального секретаря, раз, как большевиков же не было, ни первого, ни генерального секретаря. Генеральный секретарь большевиков появился в 1922 году. По предложению Ленина был изобретен Сталин. На 11-м съезде, когда уже позади была октябрьская революция. А в чем задача такая, чтобы вот был такой человек в партии, которого можно просто то есть ликвидировать, или уничтожить, или вообще только надеяться, что он все решает. Почему не надо, нельзя сделать партию, как у большевиков, в которых решали те, кто больше работает, больше решают. Вы больше работаете, будете больше влиять на дела партии, меньше работать, меньше выйти влиять. Так? Короче говоря, мы приняли решение, когда увидели, что в состав рабочей комиссии, в состав его бюро не вводит даже председателя рабочей комиссии, докера Тимофеева, мы приняли решение идеологической комиссии, рабочей комиссии, выйти из РКРП и создать с таким же сокращенным названием РКРП рабочую крестьянскую российскую партию. Название мы сохранили, в том числе и коммунистическое здесь слово, для того, чтобы единственно действовать с РКРП и тем самым избежать вот той ситуации, что мы бы оказались как мухи в молоке в такой ситуации, как коммунистическая часть в свое время в КПСС. Мы этого не хотели быть опять в меньшинстве и только отругиваться и находиться в оппозиции. Мы видели свою задачу не в том, чтобы внутри партии переругиваться, а в том, чтобы ввести борьбу за завивание в сторону коммунизма рабочего класса, ну и понимали партию как соединение социализма с рабочим движением. Надо, во-первых, поддерживать рабочее движение, во-вторых, развивать теории и, в-третьих, соединять, то есть ввести пропаганду и всю политическую и экономическую борьбу, подчинить задачи подготовки к такому установлению власти рабочего класса. Если мы не можем в партии установить власть рабочего класса, то мы не сможем установить ее и в стране. И мы это сделали и в дальнейшем мы это сделали таким образом, что у нас никаких таких больших склок между рабочей партией России и РКРП не было. На условиях взаимного уважения мы продолжали взаимодействовать. Особенно тесно мы сблизились в момент, когда фонд рабочей академии разработал проект трудового кодекса. Вокруг него объединились все самые боевые профсоюзы и вовсю поддерживали РКРП. Но тогда же мы увидели, что, конечно, количество документов, материалов, общения с профсоюзами со стороны рабочей партии намного превосходит, чем то, что сделали товарищи из РКРП. То есть, с одной стороны, у них название все есть, рабочий, коммунистический, а с другой стороны, когда доходят до организации рабочего класса, все время какие-то проблемы. Вплоть до сегодняшнего времени каждый раз, так сказать, с грустью смотрят на мои призывы, когда у нас будет заседание Российского комитета рабочих, чтобы туда приехали рабочие. Их, наверное, много, это российская, это еще коммунистическая рабочая партия, она должна в большом количестве направить своих рабочих и не в таком порядке, чтобы во что бы то ни стало там приехать партийным, скажем, руководителем и что-то там поменять, а прежде всего помочь организовать рабочих в большем числе. Так получается, что, ну, сравнительно малая рабочая партия России намного больше рабочих посылает, чем сравнительно крупные, Российской коммунистической рабочей партии. А особо крупные КПРФ посылает одного человека. Вот мы одного человека знаем из города Владимира, Абнурского. А больше туда не один рабочий, который член КПРФ и не приезжает. Поэтому, поскольку КПРФ задачу организации рабочего движения их забросила. И забросила она ее, поскольку она как бы продолжает ту же самую линию, которую вела КПСС. И это продолжение КПСС в сегодняшнее время. А КПСС, как известно, рабочих предало. И занимается другими делами. Вот она что, занята выборами. И это дело хорошее, полезное. Это как известно, вот одно хорошее дело обособишь и сделаешь это главным делом. Оно превращается в свою противоположность. Тогда люди занимаются плохими выборами и забывают о других важных делах. Но неужели Ленин или Сталин выставляли себя в кандидат? Куда? Нет. Были рабочие кандидаты, их выставляли. И много КПРФ выставило рабочих кандидатов? Нет. Ну вот, собственно говоря, я вам о высоких рассказал. И с этим, а что касается нашего названия рабочей партии России, значит, мы убедились в течение всех контроляционных событий, что слово коммунистическое никого не спасло. Вот те люди, которые сейчас с названием коммунистическое ходят, это в основном не коммунисты. В основном не коммунисты. В основном считается, что коммунисты, ну такое общее мнение, что это КПРФ. А мы тоже считаем, что есть отдельные коммунисты В КПРФ, но в основном под таким названием Это не коммунисты, это не гуманисты. Это во-первых. Во-вторых, вообще-то речь идет о партии рабочего класса. Что коммунистическая? Партия рабочего класса. И если уж мы возьмем копнем дальше историю, а как назывались вот те большевики, которые привели рабочий класс к власти и к революции? То есть российская, социал-демократическая, рабочая партия. Ну вот мы рабочей партией и назвались. А социал-демократического уж точно мы не можем назваться, потому что социал-демократы предатели. Коммунисты, те, которые были в КПСС в основной массе, тоже предатели, поскольку они бросили. Когда карьеру делали, они бежали в КПСС, а когда стало тяжело народу и рабочему классу, они куда-то разбежались, попрятались. Или пошли на службу новой буржуазной власти и заявлять, что вот мы билеты не бросили, они у нас где-то лежат. И так далее. Вот такая ситуация. Поэтому название это вполне правильное и отвечает вообще научному пониманию партии рабочего класса. Это рабочая партия. А цель рабочего класса, как извиняется, цель рабочего уже класса, вытекающего из его экономических интересов, строительство бесклассового коммунистического общества. И полное уничтожение классов. Если первая фаза дает уничтожение классов в основном, то в результате развития первой фазы получается бесклассовое общество. На этом рабочий класс свою миссию заканчивает. И заканчивается всякая политика. Потому что политика есть классовая борьба за завоевание, выдержание, осуществление государственной власти. Спасибо. Михаил Васильевич, а вот еще такой вопрос. Рабочую партию России часто упрекают в том, что она занимается только экономической борьбой. Что политической борьбой она не занимается. Она просто учит рабочих, как отстаивать свои права, как повышать свою зарплату. И это как бы треть-юнионистская партия. Что вы можете сказать по этому? Я могу сказать, что это обвинение со стороны тех людей, которые даже не знают, что это будет политика. Вообще политика, разве можно считать политикой? Вот я пришел на митинги и выступил. Ну и в чем политика здесь? Я вот, например, много раз выступал на митингах. И в общем-то, так сказать, не составляет труда выступить еще очередной раз. Но надо понимать, что ну вот вы проводите все время митинги и дальше, а у нас есть, так сказать, караван идет вперед, и не тот, вернее даже назад. И никакие митинги на это так не повлияют. Значит, надо понимать, в чем состоит политика. Политика – это классовая борьба. Классовая борьба за завоевание, держание и осуществление государственной власти. Значит, надо, чтобы рабочий класс вел борьбу, а не отдельные люди выступали в отдельных местах или куда-то выбирались. Вот если рабочий класс будет организован и вести борьбу, а рабочий класс к чему он должен научиться? Он должен научиться в том числе, между прочим, хотя бы с каким-нибудь начальником одним своим побороться. Или со своим работодателем. Если он этого не может, неужели бывают такие чудеса, что он не может ни разу не побороться ни с одним начальником, он завоюет государственную власть. Вы это верите? Нет, не верите. И я вот о ней верю. Поэтому мы считаем очень важной задачей подготовку рабочего класса к действительно крупной классовой политической борьбе – это во-первых. Во-вторых, как показывает исторический опыт нашей страны и изучение, внимательное, теоретическое изучение этого вопроса, путь к завоеванию власти лежит через стачечную борьбу. Стачечная борьба дает возможность создания стачкомов, а наличие стачкомов на предприятии дает возможность образовать советы. А советы – это органы новой власти. Вот это и есть самая главная политическая борьба. А через выборы советы образовать никак не получится. Из этого не следует, что не надо участвовать в выборах. В выборах надо участвовать. И большевики участвовали во всех выборах, кроме Гулыгинской думы. И даже при выборах в учредительное собрание второе место получили. И даже собрали учредительное собрание после того, как взяли власть. А потом предоставили их самим себе, поскольку это учредительное собрание не захотело признать власть рабочего класса. Поскольку большевики – это власть рабочего класса утверждали не свою собственную власть. А те люди, которые изображали из себя больших политиков, социалисты-революционеры, которые все время убивали царей, ставленников царя и чиновников государственных, они ведь после установления власти рабочего класса были на стороне белогвардейцев и воевали против власти советской, против рабочего класса. А это на самом деле политика оказалась буржуазной. А те люди, которые нас обвиняют, они ни того ни другого не имеют. Мы работаем с рабочими, но назовите мне какую-нибудь парчу, одну, любую, которая может сделать такое политическое действие, идеологическое, как провести такую конференцию Ленина в современном мире ежегодно. У нас десятая конференция. Вот есть такие у нас организации, которые политические действия могут совершить. И там выступают и рабочие, и крупные ученые, и представители других политических партий. Всегда. И мы никогда не видим там вот этих людей, которые нас критикуют. Я бы очень хотел их там видеть. А их там нет, потому что они доклад сделать не могут, потому что, чтобы сделать доклад, надо тейсы написать. А в тейсы надо что-то умное сказать, а не просто поболтать. Их нечего сказать вообще. Они вообще не политики. Потому что политика предполагает... Политика, он все должен следить до конца. Он должен досматривать до конца результаты своих действий. Они теории не знают, поэтому они ни к чему призвать не могут. И на выборах они тоже дать правильный лозунг не могут. Или, скажем, вот лозунг такой, только не сделайте нам хуже. Примерно такой же лозунг, как вот сейчас ходят люди с лозунгом «Давайте индексацию зарплаты». Вот те люди, которые нас обвиняли в том, что мы занимаемся трезвенейской борьбой, мы-то выступаем за то, что за повышение уровня реального содержания заработной платы. Это означает, чтобы это сделать, надо сломать вообще вот эту настройку, которая есть в современном империалистическом государстве вообще. Потому что это настройка на то, что все время забирать у людей, все время забирать. А мы требуем повышать реальное содержание зарплаты. И это можно добиться только коллективной борьбой всего рабочего класса. А классовая борьба, когда она становится всеобщей, она становится политической. А если вы будете просто просить, чтобы вам только сохранили, индексацию сделали, ну так как у вас потом пройдут переговоры. На переговорах вы найдете компромисс. И вам повысит зарплату на меньший уровень, чем уровень инфляции. И вы будете жить хуже, чем в прошлом году. А в следующем году еще хуже, потом еще хуже. И будете пятиться, и пятиться назад. Это вот люди, которые болтают о какой-то политической борьбе, о нападении и так далее. То есть я хочу сказать, что вот люди, или люди, я при всем уважении к ним, правда, они вот их как-то... И в дискуссиях я не видел таких людей, которым серьезно что-то могли сказать. Но они где-то прячутся и по углам шепчут что-то про нас плохое. Но, как еще говорил Некрасов, и как не раз повторял Энгельс, простите, Ленин, мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Ну, если, значит, мы кому-то, так сказать, наступили тут при этом на ногу, если он хочет продолжать то же, что было в КПСС, если он хочет называть политикой все повторения этих глупых каких-то лозунгов, и пустые выборы, тем более, что очень многие занимаются этим выборным бизнесом. Сегодня партия, которая получила место в Думе, получает за каждый голос 120 рублей на выборах. Если миллион проголосует на любых выборах, на парламентских или на президентских, вот проголосует за вашу партию миллион, умножите миллион на 120, 120 миллионов, и, так сказать, дальше развиваете это. Это уже бизнес, потому что за рамки этой выборной кампании ничего не выходит. И мы не видим, ну, сейчас весь народ в пустении, ну, кого где организовала, скажем, наша дорогая КПРФ, она защитывает от голода, от обнищания наших трудящихся. Если партия не может защитить или не помогает рабочим самим защитить самих себя, она не будет пользоваться авторитетом. Если мы будем говорить ничего, вот мы когда власть войдет, ну, вот вы за нас проголосуете, мы придем, тогда вам будет хорошо. А я думаю, что товарищи рабочие уже обожглись на КПСС, они в такие сказки верить не будут. Вы говорите, сейчас покорите, что вы марте нам сейчас в этой жизни помочь, что делать. Мы послушаем ваши политические лозунги, мы почитаем ваши газеты, мы послушаем ваши ролики, посмотрим. Вот тогда. А если вы не можете, так сказать, завязать свой контакт с рабочими именно тем, что вы им помогаете сейчас в том, что им нужно, то, как говорится, у вас будут гнать поганой метлой. И поэтому контактов у вас с рабочими нет. А у нас есть. Еще такой вопрос, Михаил Васильевич. В России очень много различных партий, даже микроскопических, которые называются коммунистическими. И вот брошен такой лозунг, что нам всем надо объединиться, и тогда мы все вместе сможем завоевать политическую власть. Ну вот это прямо лозунг, прямо противоположный тому, к чему еще Ленин говорит. Он говорит, сначала надо взять только один, единственный рабочий класс, вот на его позицию встать, а потом сказать, что мы на эти позиции всех зовем, всех приглашаем, всех объединяем, а не смешиваем свои позиции со всякими переметными сумами. А вот всякое соединение с оппортунистами, с точки зрения классовой силы, политической силы, только ее ослабляет. Вот возьмите вы, скажем, вот есть какой-нибудь сильный борец, и с ним в команде одной веревок связан человек, который вообще не умеет бороться. Это что, усилить, что ли, этого самого борца? Нет. Если они будут плыть, так он его удобит. Поэтому, прежде чем объединяться, надо самым решительным, бесповоротным образом отмежеваться. Вот мы хотим отмежеваться от всех противников марксизма, от всех противников ленинизма, от всех наследников вот этой ликвидации диктатуры, пролетариата, от всех предателей коммунизма. Мы хотим от них от всех отмежеваться, потому что они и сейчас хотят продолжать это предательство, называя себя коммунистами обманным путем. Ничего коммунистического там нет. Если человек не стоит на позициях рабочего класса, он коммунистом не является. Вот и все. Поэтому вот этот критерий, его нужно придерживаться. Этот критерий, при ленине, был зафиксирован в документах первого конгресса комитерна. Было принято специальное 21-го условие приема в коммунистический интернационал. И важнейшим было такое признание диктатуры пролетариата. У нас, правда, появились уже даже в рамках КПРФ такие массивы, что мы вроде тоже, вот начиная с октября прошлого года, тоже вроде как признаем. Но они ее признают только на переходный период. То есть меньше, чем Хрущев признавал. Хрущев ее признавал чуть ли не до 61-го года. То есть когда уже был социализм, и он социализм развивался. А КПРФ пока только на переходный период. На переходный период от капитализма к коммунизму. Поэтому они ссылаются на Маркса, где Маркс говорит, что, конечно, в переходный период диктатура пролетариата необходима. А то, что писал Ленин, что диктатура пролетариата необходима на всем пути до полного уничтожения классов, и не в какой-то секретной работе, а всем известной работе, небольшой, великий почет, они это просто игнорируют. То есть игнорируют всю теорию Маркса и Эйнбельса о том, что всякое государство классовое, оно не может отмереть, пока не исчезнут классы. И пока классы не исчезнут, государство остается и остается органом диктатуры соответствующего класса. Вот этих всех людей надо на пушечный выстрел коммунистической партии не подпускать. Вот понятие рабочая партия нам помогает это делать. Потому что это хотят накрыть общим разговором про коммунизм. Хорошо бы сидеть, ничего не делать и проснуться в коммунизме. Вот эти люди считают себя коммунистами. А я думаю, что это бездельники, мечтатели пустые, которые были выставлены еще нашими великими писателями, которые сидели на диванах и думали, как бы устроить прекрасно нашу жизнь, но при этом и не слезать с дивана. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Все, наверное.